МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Округ готовится к большой воде. В муниципалитет региона доставили важный груз, запасы продуктов питания и медикаментов. Жители поселка Красное считают стоимость проезда до окружной столицы на воздушной подушке слишком высокой. Из чего складывается цена на билеты, какие есть альтернативы, расскажем подробнее. Перечень вариантов использования регионального материнского капитала расширен. Как еще теперь можно использовать средства материнского капитала? На очередном заседании администрации Ненецкого округа принято решение о выделении квартир для детей-сирот, оленеводов и чумработниц. В каких домах будут выделены квартиры и когда? С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Прохождение ледохода с борта вертолета Нарьинмарского объединенного авиаотряда сегодня смогли оценить лично губернатор, представители окружных властей и члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пункт назначения – село Великовисочное, один из населенных пунктов региона с наибольшей вероятностью подтопления. Традиционно накануне паводка и в период прохождения ледохода в муниципалитеты округа доставляют важный груз. Сегодняшний рейс везет необходимый запас медикаментов для Великовисочной участковой больницы и хлеб для жителей Тошвиски. Запасы продуктов питания и лекарств в муниципалитете создают заблаговременно. Это касается в том числе горюче-смазочных материалов. Их наличие, а заодно и готовность Великовисочного к большой воде, сегодня лично оценил глава региона, сделав ряд замечаний. Глава региона обратил внимание ответственных лиц на то, что подготовка к безаварийному прохождению ледохода и обеспечению жизнедеятельности сельских жителей должна выполняться более качественно. Это касается в том числе хранения запасов дров и угля, а также оборудования дамб. Напомню, что в период паводка большая вода часто заходит в Великовисочное, а также деревни Лабышское, Пылемец, Тошвиска и Щелино. Поэтому готовности муниципалитета к паводку власти региона уделяют особое внимание. По данным, на 16 часов голова ледохода остановилась ниже большой сопки, в 20 километрах от Нарьинмара. Ниже к устью до Осколково сохраняется ледостав за крайинами. Подход ледохода к окружной столице ожидается 23 мая. Максимальные уровни воды – 480-500 сантиметров. В случае формирования затора льда уровни воды могут достигнуть отметки 600 сантиметров. Нарьинмаре будет введен режим повышенной готовности в связи с постоянным подъемом уровня воды в реке Печора. Режим будет действовать с 8 утра 18 мая до особого распоряжения. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, на базе которых созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, поручено уточнить списочный состав формирований, контактные телефоны, время сбора и количество привлекаемой техники при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В течение действия режима начальнику отдела ГО и ЧС мобилизационные работы администрации Нарьинмара необходимо обеспечить оперативное информирование органов управления и сил городского звена Ненинской территориальной подсистемы при угрозе возникновения или возникновения ЧС. На период демонтажа моста через реку Коя жители поселка Красное могут добраться до окружной столицы на воздушной подушке. Впрочем, те, кто живет в поселке, а работает в окружной столице или обследуется у врачей, считают стоимость проезда чрезмерно высокой. Из чего складывается цена на билет, разбиралась наша съемочная группа. С прошлого года перевозками жителей Красного на период паводка занимается муниципальное предприятие «Северная транспортная компания». Поездка длиною в один час обойдется пассажиру в 1010 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка в 50%. Такие расценки красновчане считают более чем высокими. Устраивала примерно цена из разговоров до 400 рублей. Если бы отсюда до Красного до 400 рублей, мы бы с удовольствием до каждый день. Ну, в принципе, нужно понимать, что это государственная компания, районная, у ней тоже есть свои тарифы, они рассчитываются. И если сравнивать с другими населенными пунктами, куда эта подушка уже ходит и зимой, и летом, в принципе, у них цена даже выходит дороже. Билеты на судно на воздушной подушке до Красного, как и в другие села округа, субсидируются из окружного бюджета. Пассажиры платят всего 20% от их реальной стоимости. При этом нужно учитывать, что обслуживание транспорта обходится недешево. Северная транспортная компания составляет расписание. Это расписание согласовывает с Департаментом строительства и транспорта. Далее нам приносят уже согласованное расписание и рассчитанный размер необходимой валовой выручки под это расписание. Ну, то есть затраты, которые необходимо понести предприятию, чтобы осуществлять данный вид услуг, да, вот эти речные перевозки. После чего управление проводит проверку и рассчитывает объем затрат по оказанию этих услуг. При этом неудобства для красновчан возникают только раз в году и на один месяц. В то время как жители других муниципалитетов вынуждены так добираться до окружной столицы круглый год. Например, в Нельминос билет обойдется в 1100 рублей. И чем дальше населенный пункт, тем дороже билет. Мы даем расстояние между населенными пунктами, соответственно, из-за этого они делают свой расчет. Делаем запрос в управление городского регулирования цен, и они нам его рассчитывают. На основании этого мы делаем свой приказ внутренний, который не противоречит их положению. И, соответственно, взимаем плату с пассажиров. Впрочем, у жителей Красного есть альтернатива. Правда, не такая безопасная, как переезд на судне на воздушной подушке. Цена за переправу через Кую на лодке и далее до поселка составит 500 рублей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Администрация Заполярного района финансирует покупку нового водометного судна для подведомственной северной транспортной компании. Пассажирский водометный мелкосидящий катер стоимостью 20 миллионов рублей будет использоваться для речных перевозок по Печоре. Судно рассчитано на 30 пассажиров и может развивать скорость до 30 км в час. Поставщик и изготовитель Костромской судомеханический завод должен доставить судно в Нарьинмар до 30 сентября. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, сейчас основные рабочие лошадки северной транспортной компании – это суда на воздушной подушке. Но они зарекомендовали себя не очень технически надежными и не приспособлены для круглогодичной эксплуатации. В свою очередь, водометное судно более простое в эксплуатации и технически более надежно. Кроме того, оно менее зависимо от погодных условий, точнее – от силы ветра. Может эксплуатироваться при ветре до 17 метров в секунду, тогда как у подушки этот показатель ограничен 12 метрами в секунду. Олег Холодов также добавил, что сегодня районная администрация ищет альтернативу судам на воздушной подушке и на зимний период. Один из рассматриваемых вариантов – аэросани. Таким образом, парк судов СТК будет постепенно обновляться с учетом наших заполярных реалий и условий эксплуатации. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс об отмене НДС на региональные авиаперевозки. Документ устанавливает на бессрочной основе нулевую ставку НДС на региональные авиаперевозки, если маршрут не проходит через Москву и Московскую область, пояснил депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Сегодня нулевая ставка НДС по внутренним пассажирским авиаперевозкам действует только для Крыма, Севастополя, Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. Для остальных регионов до 2021 года была установлена ставка НДС в размере 10%, а после этой даты 20%. По словам Сергея Коткина, принятие законопроекта поможет расширить сеть межрегиональных регулярных авиаперевозок. В настоящее время действует ставка 10%. Ну, безусловно, это поддержит региональное предприятие, увеличит их прибыльность. В целом, по Российской Федерации, у региональных авиаперевозчиков дополнительно появится порядка 15 миллиардов рублей. И эти деньги будут направлены на развитие авиакомпаний. Для Нинецкого автономного округа это еще и экономия для окружного бюджета, поскольку мы субсидируем наши авиаперевозки. И это только первый шаг. Мы постоянно проблемы региональной авиации обсуждаем на самых различных площадках. И сегодня правительством готовится еще один проект закона. Речь идет об отмене НДС в продаже отечественных воздушных судов. И вчера же я на нашем профильном комитете по региональной политике развития севера и Дальнего Востока иницинировал рассмотреть на комитете вопрос в целом по развитию малой авиации на северных территориях Российской Федерации. Речь идет о производстве новых воздушных судов с посадкой на грунт, аэродромная, аэропортовая составляющая. В общем, весь комплекс проблем, которые нас сегодня установят, мы рассмотрим на нашем комитете в самое ближайшее время. Перечень вариантов использования регионального материнского капитала расширен. Теперь его можно потратить на лечение, реабилитацию и другие нужды ребенка. Кроме того, глава региона дал поручение профильному департаменту рассмотреть возможность выделения окружного материнского капитала за третьего и каждого последующего ребенка в сумме 366 тысяч рублей. Речь об этом шла накануне на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Получение ребенком платных медицинских услуг, санаторно-курортного лечения, приобретение товаров и услуг на реабилитацию детей-инвалидов, а также компенсация затрат на текущий ремонт. Таков обновленный перечень финансовых возможностей, которые теперь предоставляет материнский капитал окружным многодетным семьям. Вместе с тем предложено усилить контроль за целевым использованием этих средств. Одновременно вносятся изменения в части того, что во всех порядках обозначенных в 254-м П должны получатели окружного материнского капитала предоставить свидетельство о государственной регистрации на те расходы, которые они понесли, например, транспорт после приобретения в течение 6 месяцев, гараж в течение 6 месяцев и баня 60 дней. Также предложено внести поправки в правила о приобретении транспортных средств на региональный материнский капитал. В частности, если многодетная семья решила приобрести лодочный мотор, то он должен быть только новый. В свою очередь губернатор выступил с предложением пересмотреть условия выделения регионального материнского капитала. Так он поручил профильному департаменту рассмотреть возможность выделения регионального капитала многодетным семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Мы не рассматривали вопрос, чтобы мы третьего и дальнейших детей тоже дополнительно стимулировали, чтобы за четвертого ребенка, за пятого, мы тоже региональный капитал предусмотрим. Но мы можем рассмотреть этот вопрос? Это нужно рассмотреть. Это нужно рассмотреть. И когда мы говорим о национальном проекте демографии, вот это должно было быть первым вашим предложением. Не 3 миллиона рублей, что вы проведете агитационную работу, а вот это будет действительно стимулировать женщин более уверенно смотреть завтрашние деньги. Сейчас материнский капитал в Ненецком автономном округе составляет 366 356 рублей. Право на его предоставление возникает однократно при рождении, усыновлении ребенка, детей, имеющего гражданство Российской Федерации у граждан России, проживающих на территории Ненецкого округа не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Увеличить субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с производством хлеба основных сортов на территории Ненецкого автономного округа, начиная с мая. Такое решение было принято на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Основным производителем хлебобулочных изделий в регионе пересчитали ставки субсидий на производство хлеба основных сортов. Таким образом, по информации специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, субсидия будет увеличена практически всем муниципалитетам. Исключение составляют четыре муниципальных образования – Приморско-Куйский, Хоседохарский, Шоинский и Карский. Здесь, напротив, произойдет снижение ставок. Это связано с тем, что данные поселения получают компенсацию на затраты электроэнергии. Таким образом, себестоимость производства хлеба снижается. Целью предоставления субсидий является обеспечение населения Ненецкого округа хлебом основных сортов по доступным ценам не выше 62 рублей за килограмм. 13 квартир детям-сиротам и 5 для оленеводов и чумработниц. Такое решение принято на очередном заседании администрации Ненецкого округа. В 2019 году округ взял на себя обязательство сократить очередь по обеспечению квартирами детей-сирот на 25 семей. На очередном заседании окружной администрации принято решение о выделении квартир данной категории граждан. Проектом распоряжения предлагается перевоспределить 13 квартир, построенных в рамках переселения из аварийного жилья, на исполнение государственных обязательств в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. 13 квартир общей площадью более 570 квадратных метров. В 4 и 5 секциях дома номер 10 по улице Сущинского будут предоставлены детям-сиротам. Кроме того, глава региона Александр Цибульский отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить взятые обязательства. Точно выполнили показатели, которые у нас стоят. У нас стоит 25 квартир. Но было бы очень хорошо, если бы у нас получилось этот показатель перевыполнить. Пять квартир решено выделить в поселке Красное для оленеводов и чумработниц в домах по улицам Красная 20А и Красная 21А. Общая площадь жилых помещений составит более 260 квадратных метров. Для улучшения жилищных условий категории граждан оленеводов и чумработниц на эту категорию предлагается распределить данные жилые помещения. Напомню, что полномоченным органом по предоставлению этих жилых помещений выступает департамент внутренней политики. За ним планируется закрепить эти квартиры. Данные квартиры были приобретены в рамках госпрограммы Ненецкого округа обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в округе. Согласно окружному законодательству, квартиры по договорам социального найма предоставляются оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах региона, в том числе в общинах коренных малочисленных народов Севера, а также оленеводам и чумработницам, достигшим, соответственно, 50 и 45 лет, не занятым в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления жилого помещения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Сегодня в режиме онлайн прошла видеоконференция под руководством главы Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкина. Участниками онлайн-конференции были регионы третьей волны перехода на цифровое вещание. К таким субъектам относится и Ненецкий округ. К нашему округу у федерального центра вопросов нет. Мы полностью выполняем все те рекомендации, которые нам федерация дает, для того, чтобы мы обеспечили беспроблемный, как я уже сказал, переход на цифровое вещание для всех наших граждан. Кроме этого, мы еще дополнительно к тому, что делают обязательную программу все регионы, мы еще доложили о том, что по поручению губернатора совместно с собранием депутатов разработан законопроект о льготировании, приобретении спутниковых приставок для тех категорий граждан, которые это все позволить не могут. Добавлю, в Ненецком округе переход на цифровое телевидение пройдет 3 июня. По вопросам перехода можно обращаться по номеру горячей линии. Кроме того, в округе работают волонтеры, оказывающие помощь жителям Ненецкого округа на дому. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.